Библейский портал экзегет.ру представляет Псалтирь. Псалом номер один. Для библейского портала экзегет я буду читать перевод российского библейского общества. Переводчиком был Михаил Георгиевич Селезнёв, но перевод был отредактирован, то есть это не авторский, а всё-таки коллективный труд. Вот. Ну, что сказать о Псалтире? Когда мы начинаем читать какую-то книгу, безусловно, необходимо делать краткое введение. Это сборник поэтических произведений, сборник молитв. Если все остальные книги Библии про то, что Бог говорит человеку, то Псалтирь – это про то, что человек говорит Богу. Поэтому в ней много всего самого разного, включая, может быть, те чувства, те мысли, которые мы, ну, хотели бы от себя как-то отстранить, гнев, например, или обида, да, и довольно много этого в Псалтире, потому что этого много в нашей жизни. Кто её автор? Ну, конечно, царь Давид, скажете, вы и будете правы, и неправы, потому что некоторые Псалмы явно написаны не Давидом. Скажем, на реках Вавилонских Давид не сидел и не был в изгнании в Вавилоне. Значит, это произведение написано спустя века после жизни царя Давида. Вероятно, не только оно. Но Давид где-то автор, где-то лирический герой, то есть от имени Давида произносятся эти молитвы. И Псалтирь, с одной стороны, собрание очень разнородных произведений, да, вы найдёте в ней Псалмы практически на все случаи жизни, на любое настроение. А с другой стороны, у неё есть какая-то внутренняя логическая связь. То есть это всё не просто сборник такой, там, пословица-поговорок в случайном порядке, или там лирической поэзии в случайном порядке, но в ней есть какое-то внутреннее движение, пусть не прямолинейное. Поэтому очень трудно давать к ней какие-то общие комментарии. В ней много непонятных слов, много неясных выражений. Она, собственно говоря, сборник песен, песнопений, но музыки к ним не сохранилось. И кое-какие пометки на полях, по сути дела, для нас остаётся непереводимыми. Они что-то означали, ну, как в нотах там написано «адажево» или «престо», да, но если у нас нету нот, а есть только эти слова «адажево» и «престо», то мы не понимаем, что они значат. Вот такие же обозначения включаются и в тексты некоторых псалмов. И вместе с тем её очень трудно толковать, потому что толкований много. Вот этот перевод российского библейского общества, он стремится показать, как звучала псалтирь на Древнем Ближнем Востоке, где-то вот три-два с половиной тысячелетия назад. Для современного, скажем, православного человека псалтирь – это прежде всего молитвенная книга, некоторый учебник молитвы, некоторый молитвослов, да, который он читает в трудные моменты жизни для каких-то особых случаев, и он видит мир совершенно другими глазами, чем древние евреи три тысячи лет назад. Что с этим делать? Да, вот псалтирь, конечно же, постоянно толковалась разного рода комментаторами от святых отцов до современных учёных, и это были очень разные комментарии. Но, может быть, мы попробуем обратить внимание, собственно, на этот текст. И вот первый псалом, он короткий, я прочитаю целиком, потом, может быть, скажу самые такие простые и понятные вещи о нём. «Блажен, кто советам нечестивых не последовало, на путь грешников не вступил и среди хулителей не сидит, кто закону Господа верен, кто твердит его день и ночь. Он, как дерево, посаженное в воды, чьи плоды созревают в срок, и чьи листья не увядают, за что не возьмётся, всё идёт на лад. «Не таков удел нечестивых, они мяки, нагонимая ветром. Нечестивые будут повержены на суде, грешные в собрании праведных. За путём праведных смотрит Господь, а путь нечестивых – гибель». Вот, конечно, можно бесконечно комментировать самые разные вещи, связанные с этим или с другими псалмами. Я хотел бы в данном случае обратить внимание на такое свойство библейской поэзии, как параллелизм. То есть всё стоит не само по себе, а такие вот пары или тройки, тройки реже, но встречаются, и здесь они есть, связываются. Ну вот, с чего начинается «блажен» и дальше три состояния. «Следовать советам нечестивых», а другие переводят «кто не ходит в совет нечестивых», то есть некоторое собрание, орган, но здесь смысл скорее всё-таки совет как некая рекомендация, наставление «как жить». «Не ступает на путь грешников и не сидит среди хулителей». Ведь нечестивые грешники и хулители близко на ни одно и то же. Следовать, ступать и сидеть тоже не одно и то же. И часто комментаторы отмечают, что последовать совету – это просто разовое действие. Ступить на путь – это значит уже выбрать линию поведения. А вот сесть – я сижу, значит, твёрдо обосноваться. Уже вот всё, никуда меня не стронется. И что это, собственно, три стадии. Однократное какое-то внимание, что? А, да, хорошо, твёрдая решимость и, наконец, укоренённость. Что это некоторое развитие действия. И вот это развитие действия. А почему именно оно в самом начале, в Салтире, разве не лучше бы начать блажен, кто там верит Богу, кто там молится и так далее. А очень просто, потому что для того, чтобы быть верным Богу, нужно сначала от чего-то отказаться. Чтобы в стакан налить вино, нужно вылить грязь из него и помыть его. Иначе это вино смешается с грязью и ничего хорошего не получится. Вот так и здесь. Сначала вылий грязь. Сначала откажись от нечестивых грешников-хулителей. Потом ты можешь быть закону Господа верен, твердит его день и ночь. Опять здесь пара, парный параллелизм. Верен закону Господа – это одно. Но твердит его день и ночь – это опять усиление. Верен, то есть я что-то знаю, я вот это соблюдаю. Но твердить его день и ночь – это значит углубляться, погружаться в его изучение. Это уже гораздо более серьезное действие. И в свою очередь тот, кто верен закону Господа, сравнивается с деревом, посаженным у воды, чьи плоды созревают в срок и листья не увядают. Снова у нас три элемента. Как там было три грешных. Здесь дерево, оно, во-первых, посажено. Значит, это о том, куда его Господь поместил такого человека. Но он сам еще ничего не действует. Плоды созревают в срок, плоды на дереве или, очевидно, какие-то действия человека – это уже его проявление. Он не просто где-то находится, он что-то отдает Богу. И листья не увядают – это состояние постоянное. Вот осень, падают листья, зима, деревья голые. Дерево, растущее воды, в ближневосточном, по крайней мере, климате, совершенно не обязательно должно эти листья терять. И вывод, за что не возьмется – все идет на лад. То есть, смотрите, вроде бы это повторы, вроде бы это всего лишь сравнение. Но мы видим каждый раз некоторое внутреннее развитие. Но если бы это было сказано, как некоторая такая проповедь, наверное, нам было бы это скучно слушать. А вот поэзия, она как-то внутрь человека проникает, и она заставляет сердцем это воспринимать. Не таковы дела нечестивых, они мекина, гонимые ветром. Мекина, то есть вот когда молотят хлеб, мы сегодня уже этим не занимаемся, но представить себе нетрудно, остается зерно и остается мекина, вот шелуха вокруг этого зерна, и потом провеивают этот самый хлеб, то есть подбрасывают воздух, и ветер выдувает легкую шелуху, а тяжелое зерно падает обратно. И вот тоже интересное сравнение. Нечестивых можно с кем угодно сравнить, но их сравнивают с мекиной, с шелухой. То есть то, что не имеет самостоятельной ценности, что-то очень легкое, что-то носимое, развеиваемое ветром. Может быть, злодеи, бандиты, они о себе думают, как о чем-то тяжелом, грозном, могучем. Это всего лишь фу, дуновение ветра уносит. Нечестивые будут повержены на суде, грешные в собрании праведных. Суд и собрание праведных ведь тоже не совсем одно и то же. Суд бывает, да, земной, человеческий или высший, божественный, но здесь еще и собрание праведных. То есть само по себе собрание праведных уже есть суд для нечестивых. Когда человек, который живет, нарушая законы человеческие и божественные, оказывается, вот в собрании людей, соблюдающих эти законы, то, собственно, это собрание и есть его суд, даже если формальной судебной процедуры нет. И завершение. За путем праведных смотрит Господь, а путь нечестивых гибель. Вроде бы противопоставление, но опять оно не одинаковое. Господь смотрит за путем праведных. А путь нечестивых гибель, и он на него не смотрит. За путем праведных он смотрит, да ему интересно, в конце концов. Праведник – это человек, который живет перед Богом, который хочет внимания Бога, который получает это внимание. А путь нечестивых гибель сам по себе, что на него смотреть? Они в пропасть бегут, да, и туда, в конце концов, падают. И не то, чтобы Господь их туда направляет, но это их собственный выбор. Ну, вот первый псалом, может быть, мы его разобрали так, немножко примитивно, по-детски, но, тем не менее, вот на этом псалме очень удобно показать, как библейский текст сложнее, чем кажется, да. Вот как он устроен, параллелизм, когда все время двери, три вещи сопоставляются, противопоставляются, приводятся рядышком, и эта связь смысловая, он абсолютно не обязательно означает либо одно и то же два раза, либо две полных противоположности. Очень часто внутри него есть какой-то момент вот такого напряжения, развития, не только это, но еще и другое. С одной стороны так, а с другой стороны асимметрично, да. Вот это, может быть, самая интересная черта библейской поэзии.